Теперь о телефонном разговоре президентов России и Турции Владимир Путин и Раджеп Таип Эрдоган обсудили ситуацию на Украине, особенно безопасность судоходства в Черном и Азовском морях. Российская страна готова содействовать беспрепятственному морскому транзиту грузов и вывозу зерна из украинских портов. А также при условии снятия западных санкций, вызовавших проблемы на мировом рынке продовольствия, экспортировать в больших объемах удобрения и сельхозпродукцию. Российская страна готова содействовать беспрепятственному морскому транзиту грузов и вывозу зерна из украинских портов. А также экспортировать в больших объемах удобрения и сельхозпродукцию. Рассказали о тех мерах, которые российская страна предпринимает уже больше месяца. Гарантируя свободный вывоз украинского зерна судами, которые сейчас находятся запертыми в украинских портах. А мы привлекаем уже многие недели внимание волнующихся по этому поводу наших западных коллег, то в открытом море, как я уже сказал, военно-морские силы Российской Федерации обеспечат беспрепятственный проход этих судов во море Средиземное и далее к пунктам назначения. С российской стороны уже давно гарантировано все, что зависит от нас. В открытом море, как я уже сказал, военно-морские силы Российской Федерации обеспечат беспрепятственный проход этих судов во море Средиземное и далее к пунктам назначения. С российской стороны уже давно гарантировано все, что зависит от нас. Редактор субтитров А.Семкин Накануне глава МИД воспользовался возможностью донести позицию России по главным вопросам до аудитории во Франции. Дмитрий Кочетков смотрел. Первый вопрос корреспондента крупнейшей французской телекомпании ТФ-1 Лезрон Будуль о специальной военной операции на Украине. Что вы требуете сегодня от Украины? Целью которой мы стоим – защита людей, демилитаризации Украины, имея в виду, что на ее территории не должно быть никакого оружия, представляющего угрозу для Российской Федерации. В Донбассе, в Донецке, Луганске и Мариуполе собеседница Лаврова провела три месяца. Будет ли битва за Донбасс последней? Ограничится ли спецоперация освобождением Донбасса? Отодвинуть украинскую армию и украинские батальоны за пределы Донецкой и Луганской областей – это, конечно же, очевидная задача. По остальным территориям, где живут люди, которые не хотят разрывать связи с Россией, решать будет население этих областей. Я не думаю, что они будут счастливы вернуться во власть неонацистского режима, который доказал свою полную русофобскую сущность. Решать должны сами люди. Таких придуроков даже бабы не ждут. Да. Шеф дает нам возможность реабилитироваться. Местом операции под кодовым названием «Дичь». Он определил летний ресторан «Плакучий Иван». Строганый север, порядка 50 метров, расположен туалет, типа сортир. Обозначенный на схеме буквами «М» и «Ж». Мы будем преследовать террористов везде. В аэропорту, в аэропорту. Значит, вы уж меня, извините, в туалете поймаем, мы и в сортире их замочим, в конце концов. Все, вопрос закрыт окончательно. Начинаю действовать без шума и пыли полно утвержденному плану. Усюма. Продолжение следует.